И пожалуйста, Твое слово поделись с нами опытом всего и надеждой. Всем добрый вечер еще раз. Ира Алкоголичка. Привет, привет. Я, конечно, волнуюсь. Каждый раз я волнуюсь, как в первый раз. И я хотела бы начать и с благодарности, и с молитвы. Господи, помоги мне быть полезной, помоги мне быть честной. И я благодарна Богу, что я 8 лет трезвая, что я 8 лет живая, еще и трезвая. Это, конечно, самая главная моя благодарность на сегодняшний день, кроме многих других, которыми я благодарю Бога каждый день и не только один раз в день. И я не знаю, с чего начать, но я родилась много лет тому назад в обычной, на то время советской семье. Папа врач, мама медсестра. У меня был брат, с нами жила бабушка. У нас нормальная была семья, как бы без проблем. Детство прошло нормально, в любви и заботе. Потом я закончила Донецкий государственный университет, экономико-правовой факультет. У меня была хорошая работа. Ребенок, семья, ну это все понятно. Я не употребляла алкоголь до степени, которую я узнала уже гораздо позже. В моей жизни, да, был алкоголь, но он никогда не делал мне проблем. Конечно, и в студенческие годы, и вообще, когда я жила, мы собирались с друзьями, были в компании. Мне никогда не хотелось продолжения банкета или еще чего-нибудь. И вообще первый раз в жизни алкоголь я попробовала на первом курсе. Люди нас посылали в колхоз на месяц или на два, я уже не помню, наверное, на месяц. И первый раз я там попробовала алкоголь, но как бы без последствий. Совсем недавно я разговаривала со своей университетской подругой, и она в курсе моего алкогольного заплыва. И она мне сказала, Ира, ты помнишь, когда мы жили на первом курсе в общаге, я уже это не помнила. Кто-то там принес с Грузии вино, вот все пили, а ты нет. И тут была, значит, проверка с деканата, и нам грозили выселением с общежития. Вот тебя как-то пронесло, потому что ты не пила. Ну, как-то не пила, не пила, всяко было. В моей жизни, правда, было много событий, которые могли бы сподвигнуть меня не только выпивать, ну, может быть, и руки на себя наложить, и забухать не по-детски. Очень много. Я прошла суровые 90-е годы, когда погибали знакомые, товарищи, мой брат погиб в эти годы. И я работала в фирме, которая занималась страхованием банковских кредитов. И мне грозило 15 лет тюрьмы, потому что меня подставили и на свое имя получали валютные кредиты. Но тоже не забухало. Родители были парализованы одновременно, я их выхаживала не в больнице, тоже не забухало. Последние пару лет, перед тем, как я репатриировалась в Израиле, я работала в ресторане, официанты бухали беспросветно, я была администратором, я гоняла их, я не понимала, как можно пить, еще и на работе. Это мне было непонятно. Но, может быть, была какая-то предрасположенность, да. На этот момент, который я рассказываю, пока была без проблем. Потом я репатриировалась в Израиль 23 года назад. У меня есть право на репатриацию, но я приехала сюда по большой любви. Я прожила с мужчиной 13 лет, и он решил со мной расстаться. И вот неожиданно, ничего как бы не предвещало. И у меня появился большой страх, что я без жилья, без денег, я привезла с собой дочку и внука, как это все будет. Но на тот момент у меня уже было... Я закончила курсы бухгалтеров, я уже как бы имела работу. Но вот этот страх, он не давал мне дышать, и я начала прятаться за алкоголь. Мне было невыносимо больно. У нас в книге написано, что наше употребление связано с весельем, с радостью, с какими-то праздниками. У меня совсем не так. У меня было связано с саможалостью, мне было жалко себя очень. Жалко и страшно было, как я буду дальше жить, как я буду выживать. И была большая обида, большая злость. И я начала пить. Сначала каждый день, но сначала как бы не по многу. Но потом очень быстро я набрала обороты. И месяца через три, я не помню точно, три-четыре, я начала пить каждый день. И это приносило мне какое-то облегчение. На тот момент мне... Как бы это было мое лекарство. Конечно, ни о каких последствиях я там не задумывалась. Вообще ни о чем не думала. Кроме об одном, о себе любимой. И все. И где-то через год моего употребления такого, уже не детского, я поняла, что есть проблемы. Я поняла, что я схожу с ума. Что я не могу остановиться. Мне всегда казалось, что я попричу, поплачу. Все будет хорошо. И я это закончу. Бухать, вот зачем мне это? И когда я попробовала остановиться, то у меня ничего не получилось. И на втором году появились настоящие проблемы. Я стала очень агрессивной. У нас в квартире появилась миштара. У нас... Меня хотели забрать в психушку. Ну, я уговорила дочку, она меня не отдала. Я делала совершенно безумные поступки. Можно привести кучу примеров. Короче, я понимала, что мне конец. И я вошла в глубокую депрессию. Для меня перестали существовать дочка и внук. Они были как фоном. Меня не волновало то, что дочка заболела. Ну, болен. Меня вообще ничего не волновало. Мне вот... Пойти на работу, отпроситься пораньше. Пойти и вот сразу затариться для того, чтобы потом ночью не спускаться. Тогда ночью продавали алкоголь. И все. И вот у меня никакой ни цели в жизни не было. Абсолютно. И все так сузилось. И я понимала, что люди как-то живут, куда-то едут, куда-то идут. Какая-то у них идет жизнь, я будто в параллельном мире. Но с головой становилось все хуже и хуже. Понятно, что... В алкоголе еще никого не сделал. У меня я счастливее. И я не знала... У меня был тупик. Я не знала, что мне делать. Потому что я уже пить не могла. И не пить не могла. Вот. Все. Дверца захлопнулась. И у меня были мысли уйти из жизни, сигануть с окна, еще что-нибудь. Вот странно. Я обычно там любила всем заявить вслух о чем-нибудь таком громком и не сделать. А здесь я не объявляла. Я тихо вынашивала эту мысль, что как бы мне пора уйти. Что я жить уже просто не могла так больше. И дочка... Она... Я слышала, как она разговаривает с подругами. Я слышала, как она ищет помощь. Я слышала, как она говорила о рецентре. Я залезла в интернет. Это было дорого. И даже... Для меня это была космическая цена. Потому что мне хронически не хватало наводку. И я отменила все свои пенсионные, там все страховки. И придумала, что мне нужно приводить рот в порядок, там зубы. Но я рассчитала, сколько, значит, будет стоить медицинская эта услуга, чтобы еще осталось пробухать. Ну, в своем безумии я украшения золотые снесла в скобку. Прощалась с родственниками, устраивала аттракцион с щедростью. Всем все дарила на память. Потому что чувствовала, что скоро я уйду. Так мне казалось. Возможно, так оно и могло и быть. И вот дочка мне сказала, что, знаешь, есть такие анонимные алкоголики. Ты попробуешь? Я ей сказала, конечно, попробую, чтобы она от меня отвязалась. Но мысль засела в голове, что алкоголики, не алкоголики, анонимные, не анонимные, нужно что-то делать. И я помню, как я позвонила нашему Паше и так сходу ему сказала, я слышала, есть группа анонимных алкоголиков в Тель-Авиве, дайте мне, пожалуйста, адрес. Он говорит, тебе в Бат-Яв можно. Узнал, где я живу. И я решила ехать. Я очень хорошо помню этот день. Был дождь, было холодно. И это был январь 2016 года. Я ехала в Бат-Яв, даже приблизительно не зная, куда я еду. Я думаю, ничего страшного, спрошу у таксистов. Моя бедная дочка, она все время звонила мне и говорила, мама, ты в автобусе? Потому что она знала мою натуру, что я могу в любой момент соскочить или соврать. Я, конечно, опоздала. И я добралась до группы, опоздала на полчаса. И когда мне дали слово в конце группы, я не помню, какую фразу я произнесла, но очень четко я помню, что я сказала. И мне нужна помощь. Я даже не понимала, как эти люди могут мне помочь. Чем они... Ну, на всякий случай сказала. И вот с этого момента, как бы, я начала ездить на группы по два раза в неделю. И третий раз в Тель-Авиве была группа. Надежда сейчас есть. Я начала ездить на группы. Месяц я ездила, но я приезжала туда пьяная. Я не могла... Я не могла, мне нужно было как-то собраться в кучку для того, чтобы туда доехать. И я даже знаю, что некоторые потом рассказывали мне о тебе перегаром. Не слону, шутку, конечно. Это я помню. И вот меня тянуло туда, на группу. Я чувствовала, мне уже было очень одиноко в конце моего употребления. Уже многие со мной не общались. И я не хотела ни с кем общаться. И я поняла, идет от людей какое-то тепло. И они говорят о своей трезвости, говорят о Боге. Говорят о каких-то духовных высоких вещах. Я слушала, кивала с умным видом. Я сразу купила книжку. Пришла через пару встреч и сказала, что книжка замечательная. Подходит всем людям, не только алкоголикам. Потому что... Я хочу сказать, что я ее прочла. Мы в университете изучали диагональное чтение по ключевым словам. То есть я ее не прочла, как уже сейчас я ее прочитала тысячу раз. И я сказала, книжка просто замечательная. Ну, люди улыбались. Но я не понимала, как мне остановиться. Я все понимала. На группе хорошо, люди как-то выздоравливают. Как остановиться? Вот этого я не знала. И ко мне подошла женщина, это наша Лена. И сказала, что долго тут будешь в гостях, надо что-то делать. Я думала, понятия не имела, как это вообще происходит, как работает программа, или как она не работает. Я думала, я с ней встречусь, мы поговорим, она мне расскажет страшную какую-нибудь тайну, и я перестану бухать. Такое у меня было представление. Она говорит, ну, мы будем созваниваться, для этого надо неделю не пить. Дней 6-7. И потом мы с тобой начнем. Это были самые страшные дни в моей жизни, потому что я в буквальном смысле слова грызла стенку. Мне настолько было тяжело. Я когда приходила в Феникс вести группу, там, Викторию, я видела этих людей. Я им, честно говоря, не завидовала. Но где-то в тайне, в глубине души, я думала, как им повезло, сидят здесь, выздоравливают. Наверное, как-то медикаментозно им помогают. У меня этого не случилось. Было невероятно тяжело. И были всякие моменты такие, когда думаю, это ну и все, нафиг, пойду. Но вот что-то меня удерживало. И дома у меня неспокойно было. У меня очень непростой внук, он уже взрослый, ему 25 лет. На то время было меньше, как раз такой противный возраст. И вот был такой момент, когда я не сказала себе, все, я иду бухать. Я просто стояла у двери с ключами, с кошельком. Я уже шла в киоск, я знала, что я сейчас... Я не знаю, что произошло. Я не позвонила спонсору, я не позвонила трезвому другу. Я не помолилась, я не сделала ничего. Но я не открыла дверь. И я помню, как я попятилась задом, как в драк. Ушла в свою комнату. И я начала работать по шагам. Никакого зума, никакого там еще чего-нибудь, вотсапа. Я ездила к своему спонсору. Один раз в неделю я 9 часов отработаю. Два автобуса, потом еще пешком. А возвращалась с тремя автобусами. Я это говорю, повторяю часто, потому что девочки, с которыми я работала, часто мне говорили, у меня нет времени, у меня нет возможностей встретиться через ватсап. Я не знаю, что мною двигала, но я ехала. И не могу сказать, что у меня было жучее желание выздоравливать. Но я почему-то вот зацепилась. Очевидно, Бог. Ты мне скажи тогда. Пожалуйста, пожалуйста. Очевидно, Бог мне помогал еще. Начал помогать мне до того момента, как я открыла его для себя. И мы начали делать шаги. И спонсор видела, что я нифига не понимаю, что-то пытаюсь. Но я делала абсолютно все, что она говорила. И сама себя удивлялась, потому что я циничная, я могу отпаять, я могу какие-то вещи сказать неприятные, я могу спорить. А здесь вот все как-то в момент ушло. Ничего не спорила, ничего не умничала. Может, с Леной не забалуешь, это тоже вариант. И так началось мое выздоровление. Я подошла к четвертому шагу. У меня был период такого выздоровления. Два месяца я была трезвая. И такой период эйфории. Все, я жила. Уже четвертый шаг буду писать. И все, и перед четвертым шагом я сорвалась. Я сорвалась, и полдня где-то я выпила полбутылки водки. Позвонила сразу Лене. Я очень плакала. Мне было жалко этого времени. Мне было жалко моих усилий. В общем, короче, солнце рассказало, продолжаем. И вот с этого момента, 16 апреля 2016 года, я начала свое выздоровление. Зашла плотно в программу. И были разные периоды. И первый год для меня был очень-очень тяжелым. Я была без алкоголя внутри, но эмоционально мне было очень тяжело. Я нервничала, мягко говоря. У меня была и агрессия, и все. Все то же самое, только без алкоголя. И при первой же возможности, это мое было спасение. Я взяла служение. У меня были разные служения. И Чайханчик, и все. И я вела группу Виктории. Потом уже и в Фениксе, и потом снова. Это меня, правда, спасало. И по-всякому был период очень активного моего выздоровления в сообществе, активного служения. И все. Но последние года полтора все это снизилось. Я не очень хорошо себя чувствую физически. Продолжаю работать. И для меня физически тяжело делать некоторые вещи. И поэтому моя активность снизилась. Я это очень сильно ощущаю. Особенно, я уже не раз говорила об этом, когда начались события у нас в стране. Я тяжело это взяла. Очень. Я так эмоционально упала. И я ни с кем не хотела разговаривать. И даже со спонсором. И я говорила об этом, что я не хочу говорить. И все, что она мне говорила, я как бы пропускала мимо ушей. Я чувствовала, как в этот момент, когда я перестаю общаться с людьми, и с ней захлопывается дверца, прекращается мой контакт с высшей силой, и я лечу вниз. Я это ощущала на физическом уровне. И я чувствую, и когда я с Леной говорила, и я ей сказала такую фразу, что я вернусь. Я встану, я вернусь. А она без тени оптимизма мне говорит, посмотрим. То есть я чувствовала, что она мне не то чтобы не верит, а сомневается. Я дошла до ручки, обратилась к врачу, мне выписали два каких-то антидепрессанта, и это поставило точку. Мне антидепрессанты, я закончила их пить в самом начале. Я этого не сделала, я начала молиться. Я начала через не хочу, через не могу. Пишу сегодня позвонить тому-то, сегодня позвонить Лене. И маленькими-маленькими шагами я начала вставать и подниматься. Я пошла на онлайн-группы. И так потихонечку-потихонечку я возвращаюсь. Насколько я это могу, насколько мне позволяют силы. И я очень благодарна Богу. Я благодарна каждому из вас за поддержку, за все, что я сейчас чувствую. И я благодарна своей дочке, которая выдержала этот марафон, своему внуку. И, конечно же, в первую очередь, я благодарна Богу за свое выздоровление, за свое состояние сейчас. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что вы разделили мою радость. Потому что я сегодня по-настоящему счастлива. Я дожила до такой даты. Да, споткнулась. Да, не всегда эмоционально хорошо. Но я знаю, что делать. Мне программа указывает путь. Я не одна. Я с вами. Это самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.